Меня зовут Никита. Мне 9 лет. Я люблю играть в футбол летом с мальчишками. И люблю общаться с мальчиками. Но это получается не всегда. Никита инвалид с детства. У него спинальная мышечная атрофия. Но, несмотря на это, мальчик очень активный. Как и все дети, любят играть и общаться. Однако удается это с трудом. Чтобы добраться только до спортивной площадки, приходится преодолевать целый ряд препятствий. Ямы, грязь и слякоть. В нашей семье двое детей. Младшему 9 лет. Он инвалид детства. И старшая, и дочери уже дали первую группу инвалидности. Мои дети ограничены выйти на улицу самостоятельно. Потому что дороги в очень плохом состоянии. И когда они выходят, они попадают в яму. И были уже травмы. И травмы серьезные. Старшая дочь Екатерины Тихоновой получила многочисленные ссадины и ушибы. А маленькому Никите пришлось накладывать гипс на обе ноги. Местные жители неоднократно обращались в прокуратуру. Нарушения вроде и находят. Однако исполком, по словам жителей, бездействует. Объясняют тем, что нет финансирования. Городу каждый год выделяется 2 миллиарда денег. Я понимаю, что нужны основные дороги и мосты строить. Но надо обратить внимание и частному сектору. Тем более, мы ездим, у нас нет общественного транспорта. Мы выезжаем все на своей машине, автотранспорте, который на этих дорогах просто разбивается. И вот такие ямы у нас. И каждый год так. А сейчас вообще она в никуда. Вот этот год очень плохой. Оттаивание это, и все дороги пришли в негодность. Каждая машина требует ремонта. Ходовые все летят. Все очень сложно. Поселок Суар был основан 30 лет назад. Здесь проживает около 700 человек. Население растет, а инфраструктуру нет, возмущается сельчане. Здесь немало пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. И чтобы добраться до медучреждения, им приходится преодолевать долгий и мучительный путь. А в администрации города сообщили, что строительство дорог в Суаре даже не запланировано. Однако жители такой ответ не устраивает. Лилия Хабибьянова, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ.